всем привет вы на канале вязаные истории меня зовут юлия давненько не записывала для вас обычное такое разговорно-визуальное видео потому что сейчас выходит части мастер-класса по русалке но все-таки решила подключиться хотя бы на пару минут и показать что у меня тут происходит а происходит то что у меня связалась вот такая чудесная девочка красная шапочка я уже таких вязала но тогда они были в количестве четырех штук а сейчас же я вязала только одну из коробочки вот такая у меня тут малышечка она правда не очень крупненькая небольшого размера но на такая миленькая получается красивенькая что я готова еще вязать и вязать этих куколок прям потрясающая схема я в прошлый раз восторгалась тем какая оказалась простая и в то же время интересная кукла и сейчас повторяю все те же самые свои слова потому что действительно я в восторге от этой куколке у нее вот такая вот съемная накидочка есть дальше вот так она выглядит без накидки платьюшко я связала немножко по-другому рукавчики в мастер-классе они идут как форме фонарика но я побоялась что если довязать последний ряд фонарика то на ней на ручка не пролезет поэтому я сделала такой просто свободный воланчик хорошо тоже смотрится платьюшко я вязала из пряжи alize cotton gold красивый такой джинсовый цвет это у меня моточек из магазина пряжа су я оставлю вам как обычно описание под видео ссылку на этот интернет магазин там же при заказе вы можете указать промокод к ней 23 вам будет скидочка 5 процентов так вернемся к девочки дальше у нее идут съемные туфельки вывязанные носочки сразу же дальше у нее здесь вывязанные трусики платьюшко это тоже съемная и давайте я даже наверно вам покажу как она как она выглядит без этого платьюшка вот такой фартучек снимается платьюшко здесь на двух пуговичках ну такая маленькая миниатюрная девочка получается без платья не на самом деле очень простенькая такая фигурка длинные прямые ножки такое же прямое тело но после того как она наряжается в эту пальчику он просто превращается в такую красавицу я обычно мудрю с фигуркой когда создаю свои мастер-класс у меня обычно все равно фигурка какая-то такая более объемная талия немножко сушеная там например стараюсь как-то так делать а тут вот просто простая такая фигурка и получается такая интересная куколка мне вот этот факт очень нравится потому что тело вязать просто а в одежку так тем более ссылочку на автора я конечно же оставлю в описании под видео изначально когда вяжешь вот это вот тоненькое тело потом начинаешь вязать голову кажется что голова просто огромная но уже когда все оформляешь наряжаешь то смотрится все очень симпатично я думаю вы со мной согласны что очень удачный мастер-класс все куколка это моя сейчас поедет к своей новой хозяйке спасибо вам за заказ думаю это видео выйдет когда заказчица уже свою куколку получит такая лялька все я бегу на почту а еще я же вам не показала у нее еще есть вот такая корзинка корзинку я не пришиваю крючки мне кажется если уж пришить то будет она всегда в одном положении а так я ее просто вижу вожу и если уж будет какой-то малыш играться будет удобно то что можно положить что-то свое можно повесить эту корзиночку на плечи на одно на второе в общем делать все что хочешь с этой корзинкой я если пришить то ему можно ее просто оторвать и потом останется какой-нибудь какая-нибудь дырочка но в общем некрасиво будет поэтому я оставляю вот так все на этом вам показала сейчас отправлю эту куколку а потом я уже вернусь подключусь заново и расскажу вам о том как мы слетали в грузию вкратце конечно же это у меня вязали влог поэтому такого прям долгого рассказа про путешествие не будет коротко и потом покажу вам свою русалочку я знаю то что многие уже видели ее в мастер-классе но я вам там не рассказывала всякие нюансы когда которые происходили когда я ее вязала до следующего подключения помните мне в марте или в апреле пришла посылочка с пряжей из магазина пряжи су и там были моточки лизе пуфи из которых я связала вот этот пледик прошел уже почти месяц и я только до него добралась я имею ввиду добралась что купила подходящую коробочку на конечно не совсем то что я хотела вот такая обычная коробка 35 на 35 сантиметров и у нее идет крышка с прозрачным окошком размер немного не подходящий можно было бы еще больше но у нас уже я не знаю где купить такие коробки это единственный магазин где мне на заказ смогли ее привести сюда не поместится к сожалению еще игрушка как я хотела поэтому только пледик а игрушку буду упаковывать уже отдельно еще я нашла у себя в запасах вот такую вот красивую ленту большом объеме сейчас попробую пледик сложить в коробочку вот в эту и завязать красиво ленточкой посмотрим что получится все моя задумочка получилось смотрите какая вышла нарядная коробочка я еще дополню подарочек еще коробочка с игрушкой еще чем но вот этот пледик думаю вот такой упаковочке смотрится довольно таки здорово девочки кто меня смотрит из казахстана я оставлю ссылочку на интернет-магазин где я купила эту коробочку на у нас паладаре это девушка продает но думаю по казахстану наверняка тоже отправляет вдруг кому понравится эта идея тоже захочется такую коробочку всем еще раз привет долго ожидали меня эти два кусочка видео которое вы посмотрели только что дело в том что их я с него уже наверное дней 5-6 назад и только сейчас вот я освободилась более-менее и могу продолжить снимать свое видео и вам рассказывать обо всем что у меня тут накопилось из вязального ну и немножко не вязального тоже начну с русалочки и здесь меня уже можно будет даже поздравить потому что я наконец-то до завершила всю работу именно над вот этой куколкой надо ее таким образом русалки все части есть на канале все можно связать все можно повторить в общем вяжете с удовольствием мне будет очень приятно увидеть ваших русалочек поэтому мастер класса к сожалению куколка не так понравилось как например танюшка танюшка очень хорошо смотрели многие вязали а вот с русалочка как-то совсем совсем плохо все я говорю в сравнении с предыдущими моими куклами они так что просто посмотреть что там 7000 просмотров подумать но это же немало нет здесь дело в другом в том что я именно сравниваю со своими куколками как смотрели предыдущие мастер-класс в общем все это в совокупности показывает то что эта куколка понравилась немногим рукодельница но это ладно теперь уже я в ней ничего менять не буду она меня полностью устраивает очень мне нравится то что у нее получилось два образа первый перед вами а второй нужно снять хвостик нужно снять вот эту вот маленькую кофточку переделать ей немножко причесочку собрать хвостик и знаете что получится получится вот такая красавица это второй образ этой же куколки русалочки у нее идут вот такие туфельки самые обычные простые я не стала здесь ничего особо мудрить туфельки съемные конечно же так они легко снимаются здесь у нее также идет сумочка сумочку можно расстегнуть и положить туда что-нибудь какую нибудь ли на конфетку в общем сейчас неудобно это делать на камеру можно положить туда какую-нибудь маленькую конфетку маленькую игрушку в общем если ребеночку захочется положить туда что-то это можно сделать дальше показываю вам платьюшка мне очень понравилось то что получилось у платья есть основа из такого красивого изумрудного цвета и вот такие три рюшечки вот так она выглядит сзади хочется прямого все вам показать чтобы увидели какое оно получилось прелестно здесь закручивается немножко но по идее они вот здесь вот так соединяются ну вот как-то так платьишко тоже снимается вот такой второй образ получается у моей куколки очень интересно ваше мнение как вам и теперь после мастер-класса который я сняла на вот эту русалочку у меня есть комплект одежды из хвостика из кофточки и еще одного цветочка и я вот например не хочу оставлять так что набором их продавать одна кукла и два костюмчика лично мне кажется что будет как-то невыгодно продавать просто куколку с дополнительным комплектом одежды гораздо интереснее будет связать еще по одной куколки и у меня получится их 4 даже вот отправить на ярмарку думаю так будет получше вот я уже начала вязать еще одну кулку комплект одежда у меня уже есть остается сделать только куколку одну и вторую на вот эту одежду я тоже буду обязательно снимать мастер-класс просто сейчас эти видео с русалочка уже вообще не смотрят поэтому сначала вы увидите этот вязальный влог а потом уже выйдет мастер-класс на одежду на второй комплект так еще я хотела вам рассказать про волосы русалочки кто помнит это было конечно давно в начале наверное апреля для может середине я вязала вот такой паричок и вязала его целенаправленно чтобы использовать для своей русалочки она должна была быть вот такими красивыми эффектными кудрями но к сожалению этот паричок совершенно не подошел к моей маленькой миниатюрной русалочки паричок объемный большой русалочка маленькая девочка получилось и ну да сейчас уже конечно не будет полной картины непонятно но в общем не то совершенно смотрелось слишком объемно слишком много локонов отрезать или перевязывать как-то я уже не хотела потому что меня устраивает этот парик его я теперь использую в следующем свою куколку я уже даже думаю над ее образом но следующий мастер-класс уже будет платный по опыту русалочки как-то пока что хочется немножко отвлечься от видео мастер-классов и попробовать что-то другое потому что видео мастер-класс это может казаться что включил камеру и вижу себе но на самом деле это отнимает очень много времени это непростой процесс неудобен как сам процесс съемки то что во время вязания ты не можешь расположиться как тебе комфортно ты вынужден сидеть под телефоном под камерой на чуть ли не вытянутых руках снимать ну такое себе удовольствие конечно и это делается на протяжении нескольких часов плюс еще всякие дополнительные факторы виде отсутствие нормального освещения шума за окном у меня например уже несколько лет происходит стройка возле дома перестраивают ярмарочный комплекс и там постоянно какие-то шумы постоянно какие-то проводятся работы краны в общем все шумит и все в этом роде поэтому иногда бывает такое то что планируешь мастер-класс на один день а он выходит например на следующий день это вот именно из-за этих факторов которые не дают нормально снимать вот со стороны кажется это все просто на деле я очень устала пока снимал эту русалку считайте мы вернулись из грузии в начале мая первого часа но мы отдыхали от дороги потому что больше суток были в дороге потом со 2 мая я уже начала вязать эту русалку снимать и практически две недели но меня ушло на то чтобы сделать этот мастер-класс поэтому следующий раз хочу немножко сменить съемку на напечатывание текста на фотографию и попробовать вообще отвлечься немножко но я буду чередовать платный мастер-класс видео мастер-классом чтобы совсем слишком не устать от этого вроде бы все про русалочку я вам рассказала мне она прям очень нравится вот я как хотела свою задумку исполнила я хотела чтобы у нее был съемный наряд чтобы он можно было менять ну в общем все все получилось теперь жду вашего мнения по поводу второго образа русалочки и хочу еще вам что же я хотела рассказать забыла я же вам не рассказала как мы съездили в грузию так как видео наружи кому не интересно я думаю уже переключились давно а вот кто остался остались действительно те кто досматривают видео до конца в грузию мы съездили замечательно мне кажется тут даже не может быть другого варианта грузия такая интересная страна мы в прошлом году полетели туда весной первый раз и собирались всего лишь один раз там побывать посмотреть и вернуться и уже дальше летать куда-нибудь в другие страны потому что хочется же объять побольше пока есть такая возможность то получилось так что у нас затянуло и в этом году мы полетели туда второй раз опять с мыслями о том что ну все как бы посмотрим и хватит но нет опять мы настолько прониклись этим что запланировали еще одну поездку конечно не сразу а чередуя с другими может быть на следующую осень но обязательно поедем туда еще раз потому что впечатления остались у нас настолько положительные настолько приятные нам безумно нравится эта природа в грузии живописная горы море я кстати первый раз жизни увидела море и начали с черного дальше уже надеюсь я увижу еще и красное еще в грузии в батуми мы встретились моей подписчицы ингой которая приглашала нас в гости еще в прошлом году и вот в этом году она пригласила нас новое мы наконец-то встретились когда кормила нас потрясающими десертами вкуснейшими напоила ароматом кофе мы мило пополтали спасибо вам большое инга за эту встречу мне было приятно вас увидеть познакомиться с вами я надеюсь что еще раз когда мы будем батуми мы с вами обязательно встретимся этом все больше о путешествии рассказывать особо не буду чтобы не перебивать визуальное слишком личным если вам интересно вы можете заглянуть мой личный инстаграм потому меня достаточно большое количество фотографий рилсов из нашего вот этого крайнего путешествия можете посмотреть там а здесь на ютубе мы с вами увидимся в следующем видео в котором я буду показывать как вязать вот этот наряд для русалочки но это уже не русалочка быть может ей нужно придумать какое-то имя и просто у нее будет два образа например образ русалочки и образ надо подумать и в общем на этом все всем пока